К новостям нашего города. Новоселье сегодня справили более полусотни алматинских семей. В канун Дня Конституции горожане получили новое жильё вместо аварийного ключей от квартиры. Очередникам программы по сносу ветхого жилья вручал Аким Алматы Ахмеджан Несимов. Смотрите наш сюжет. Инициатива руководства Алматы по сносу домов старой постройки и строительству на их месте современного жилья ещё в 2012 году нашла поддержку президента страны. Пилотный этап в 2015 году. К тому моменту будет сдано 55 объектов. Сейчас их вместе с этими высотками уже 34. Жители Оезовского района возле двух новых 16-ти этажек собрались задолго до начала торжественной церемонии. Этого волнительного момента они ждали больше года. Дай Бог всем здоровья, людям счастья. Мы сегодня радовались, в следующий раз другие радовались. Приглашайте в гости, будем отмечать. Спасибо. Ахмеджан Несимов отметил, что городские власти рассмотрят возможность продолжения данного проекта и после 2015 года. Связано это с тем, что он выгоден как с социальной стороны, так и с экономической. На свободной площадке строятся дома за счёт средств города. Затем, кто живёт в этих домах, переселяются в эти квартиры. Вместо старых домов сносится, будет строиться уже жильё, эконом-класса, для того, чтобы его реализовать. И деньги, которые потрачат на средства этих домов, вернут в городскую казну. Постройки, как видите, там на схеме показано, в 30-х, 40-х, 50-х годах, чтобы они жили в нормальных условиях. У нас пока таких домов очень много в каждом районе нашего города. И мы эту программу будем продолжать. Очередными новосёлами стали 54 семьи. Все они живут в домах 60-х годов постройки, которые находятся рядом с их новым жильём. Глядя на каркас, на камышитовые домики, люди вспоминают – стены сыпятся, а трубы бессмысленно было ремонтировать. Настолько прохудились внутренние коммуникации. На квартиры в новых 16-этажках всё это они поменяли, не раздумывая. Жильё оборудовано пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями. У нас есть такая программа, которая позволяет нам, простым казахстанцам, в наше время переехать в новые квартиры. Просторные, светлые. Мы уже были сегодня в квартире в нашей. Очень хорошо и вид хороший. Просторные балконы, огромные окна, светлые комнаты. В 2013-м сдано 7 домов по программе сноса ветхого жилья. До конца 2014-го будет 17, а в следующем планируется сдать 37 многоэтажек. В частности, в Аузовском районе вместо аварийного жилья возведут ещё 7 многоэтажек. Это 550 квартир. Эксперты отмечают, программа по сносу ветхого жилья может продолжаться до 20 лет. Так, только в Турксибском районе насчитывается более 500 ветхих домов. Обращаются граждане, которые живут в ветхих домах, и спрашивают, у нас ветхий дом, мы уже 70 лет, когда вы нас ждёте, каждое заявление мы тщательно смотрим, на предмет того же жилья, если возможно, включить в эту программу. Кроме того, сейчас руководству города обращаются и руководители районных акиматов. По программе сносу во всех районах Алматы подлежат 55 аварийных домов. Взамен строится 61 высотка общей площадью 161 тысяча квадратов. А это значит, что к 2015 году новыми апартаментами обзаведутся не только жильцы обветшавших строений, но ещё и более 2000 алматинских семей. Юлия Искевич, Эльфир Абикусенцов, Телеканал Алматы.